всем приветики вот такой вот он мой первый телефон был samsung galaxy s2 когда-то я ну вернее не первый а первый на андроиде у меня первый был sony ericsson k300 потом был k600 потом по моему motorola какая-то была потом k750 а потом первый на андроиде мой телефон был samsung galaxy s2 вот он потом я перешел на 3 этот отдал маме потом я перешел на xiaomi а тот отдал ей который мне было это уже буду продавать вот такой вот он телефончик я уже даже не помню что там какие у него есть функции ну практически такие же как и в третьем только немножко хуже такая вот коробочка спереди сам телефон нарисован сбоку название здесь что сайт samsung здесь бумажка которая склеивала здесь коды телефона здесь характеристики вот они dual core 2 ядра 1 2 герца что у нас там еще amoled 4.3 дюйма маленький вообще меньше 6 дюймов кстати компактнее камера 8 мегапикселей ну вот nfs есть батарея слабенькая 1650 у меня сейчас 4 вот в коробочке ну вот зарядная от него вот она оригинальная такое еще старая здесь еще ничего не отсоединялась это сейчас уже такие зарядное что ну как бы просто таким молочком и в него вставляется кабель а раньше вот такие они были не разъединяемая сейчас как бы и зарядная и кабель это все все одно целое как бы ну которая может разъединяться вернее вот может как бы ну не одно целое разъединяемое а вот здесь наоборот одно целое вот такое вот зарядное характеристики у него сейчас посмотрим характеристики у него какие выход 5 вольт 07 ампера сейчас уже по моему 1 ампер или 2 даже на сяоми у меня по моему 2 ампера выход тоже 5 вольт на 2 ампера вот так все такое же здесь даже вот еще есть какая-то параллоновая такая накладка чтобы если вдруг что-то упадет сюда чтобы не разбить экран как бы ну продумано все молодцы потом сам телефончик такой вот здесь уже тоже пленочка наклеена защитная эта кнопка включения домашнего экрана здесь две кнопки ну они загорают со светом видно что здесь менюшка здесь кнопка назад здесь у нас клавиша громкости больше меньше вот она больше больше и меньше потом здесь вот динамик гнездо для usb для micro usb потом динамик ой микрофон здесь камера 8 мегапиксельная и вспышка сверху это получается идет отверстие для наушников это я не знаю для чего может тоже какой дополнительной динамике я не помню уже для чего она надо но для чего-то было надо какое-то дополнительное отверстие но для чего она не помню просто я уже давно им не пользовался поэтому не помню для чего это камера фронтальная здесь датчик один из них в общем два датчика освещения приближения и разговорный динамик потом здесь есть такое отверстие вот оно туда можно подтянуть и оно откроется здесь кстати по моему для шнурка отверстие да здесь видно вон штырёк сюда можно просунуть шнурочек одеть за этот штырёк и телефон уже будет висеть на шнурке сейчас уже такого отверстия для шнурка не делают а раньше отделали такое отверстие сюда вставляется сим-карта сюда сюда флешка вроде бы потом здесь батарея станет сюда сим-карта вставляется я здесь точно держа это сейчас наносим карты которые вот могли бы поместиться сюда 200 могли бы поместиться сим-карты микро всякие а здесь была обычная стандартная симка и она сюда только одна помещается микросиди вот сюда ну сам аккумулятор как бы такой вот аккумулятор да а вот это по моему индикатор если в воду упадет телефон он поменяет цвет станет либо белым либо розовым наклеечка специально у меня на каше сотом было такое что наклеечка порозовела и когда принесли в мастерскую нам сказали да как он же у вас утопленник раз у вас цвет поменят значит значит вы его утопили и я не помню не захотели наверное ремонтировать так что лучше тогда проще сорвать если вдруг вы ее утопили сказать потерялась так и она поменяла если цвет так а здесь кнопка включения кстати она даже и нарисована так вот он включается но также как 3 samsung galaxy s3 вот и кнопочки загорелись две ну вот а здесь дальше типа первое включение все такое сим-карта отсутствует вай фай отсутствует пропустить часовой поезд далее пропустить ну с каждым включением там всегда миллиона вопросов это вообще все не важно дальше нет 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 готова ну окей вот так вот главное менюшка выглядит при первом включении ну вернее главный экран здесь же есть и меню в отличие от сяоми и рабочий стол даже какие-то обучалки есть и на рабочем столе вот часы поиск по гуглу камера там чат он samsung apps play market потом плеер со стандартной музыкой я не помню что это такое а рекомендации какие-то будут потом просто пустые экраны ну вот ну и менюшка такая же как в третьем здесь все то же самое вот как-то так это все выглядит да уж такой телефончик где-то у меня был я им пользовался он захотел покруче перешел на третий и кстати мне нравилось пользоваться самсунгами что этим телефоном что третьим а вот на сяоми много у меня всяких возникает программных косичек в самсунге почему-то может просто я привык к самсунгу я не знаю но как-то более он для меня как родной я этим он пользовался лет года два-три наверно потом еще столько же тридцем самсунгом а то и больше четыре может и вот сейчас только недавно купил сяоми и в итоге лет 7 наверное я пользовался самсунгами так здесь какая-то у нас идет тоже инструкция перетянута наклейкой какая-то рекламка чатона потом что тут еще идет рекламка телефонов наверное здесь что-то написано ей непонятно что ну раз galaxy top 2 и все такое galaxy note то это просто рекламки продукции а вот инструкция только она там на разных языках на разных языках а может даже и и на одном потому что я что русского не вижу да здесь нет русского но только на одном на каком-то на каком-то языке польском наверно павел по полон то наверно польский и а это что гарантийник наверно какой-то или что это такое гранта да это гарантийник типа который не заполнил ну потому что когда магазине покупаешь они свой собственный заполняют и он уже давно где-то потерялся в общем ладно потом упакуем вот пластмасска в которой она все лежала так потом здесь еще что у нас лежит кабель для подключения телефона компьютера вот как раз про это и говорил что раньше лежал кабель и зарядка сейчас кабель и такой вот кусочек и в него можно соединять и отсоединять а раньше это все было одним целом не так как сейчас но наушники естественно уже не оригинальное по моему тоже это же по-моему не оригинально это какие-то левая мне кажется потому что ну да что-то одно какое-то все видимо сломались купились новое или потерялись не знаю куда делось здесь может телефон лежал или что здесь наверно вот здесь наушники лежали это было наклеено на экран вот эта штука в том пакетике батарея лежала но тут больше ничего нет вот в этой коробочке все лежало а тут еще есть что-то ну там уже ничего а здесь а здесь чек когда я его купил тринадцатого года то есть тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать где-то в шестнадцатом я новый купил наверно потом в шестнадцать восемнадцать и девятнадцать ну где-то вот тринадцатый год конец тринадцатого до девятнадцатого только в девятнадцатом я на сяоми пересел так что довольно таки долго шесть лет пользовался самсунгами поэтому как-то они мне уже довольно таки привычные для еще гарантии было 36 месяцев надежный телефончик ну и такой вот сам телефон да как родной прям все такое привычное все такое знакомое в сяоми мы здесь еще менюшка была такая в третьем она уже такими вкладками а здесь как в сяоми такой длинный вертикальной полосой в этом телефоне уже знаю каждый каждый миллиметр каждую функцию каждую как все вообще все а в сяоми еще многое многое ну как бы бывает какие-то настройки заходишь и и только потом узнаю что они вообще есть а раньше я даже не знал что они были вот такая прикольная штука у меня когда-то была ну теперь я уже давно не пользуюсь буду выставлять на продажу может кому-то пригодится хотя такие телефоны уже устарели и сейчас есть новые телефоны намного более крутые более современные вряд ли если кому-то такой старый телефон как samsung galaxy s2 будет нужен но все равно можно можно пробовать вот как-то так такой вот телефончик прикольно у меня когда-то был на этом все всем покедом вот так вот 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 Продолжение следует...